итак привет дорогие друзья сегодняшний видео пойдет речь о переносе целика на сам ствол то есть они кратенькая предыстория значит это вот и мы рачка 18 вот такая вот проклад препод у меня уже переделан здесь сделано такие щечки здесь все выступы убраны рукоятка все льняным маслом пропиталась здесь шейка заужена значит немножко рукоятка утоншил немножко рукоятку удобнее было то есть вот такая вот и мы рачка плохое воронение очень плохого ранения ржавеет надо будет ну я его вороню как бы продаются значит магазинах холодное воронение вот купил одно очень хорошая дорогая правда больше 1000 рублей стоит маленькая бутылочка принципе в том году воронил просто но дома очень первый этаж был очень влажно и поэтому сейфе она у меня все-таки немножко ржавеет значит что я хочу сделать значит целик вот целик сейчас находится вот здесь вот он такой маленький я его хочу перенести вот сюда вот надуло то есть на где-то одну треть ствола то есть у меня 710 нет серии 700 700 700 и ствол значит хочу перенести его туда значит что было сделано когда я значит приобрел данное ружье значит была такая проблема я с него стрелял она у меня завышала она очень сильно завышала то есть это примерно с 30 метров смог дроби приходился где-то сантиметров 10-15 вверх основная куча значит соответственно после этого я немножко подпилил цели значит я сейчас покажу какой он был то есть он у меня был треугольного типа он нашел вот так и вот так вот сюда вот начинался вот так вот он не был соответственно его подпилить можно снялась не будет и миллиметра 22 с половиной мира хотя надо было намного меньше то есть миллиметра полтора мне бы хватило то есть сейчас будем переносить целик вот сюда вот на одну треть на ствол и соответственно как бы будем его приподнимать чтобы смог дроби приходился туда куда надо а а этот цели соответственно уберем так что дата примотал лесочку пропустил ее сквозь целик с обратной стороны вот так вот подложил под нее кусочек двп высота смушку и примотал азолентой нашему то ровно было вот так вот целик с мушкой совмещались все здесь она лесочка сужается середине она уже больше зазор цели будем ставить сюда меряем расстояние начинаем изготавливать целик иначе целике попробую сделать вот из такой вот гайки с тремяночная гайка по моему мазовская если не ошибаюсь вот из этой гайки мы будем делать целик и соответственно клеить его на эпоксидку я думаю держать будет ничего никуда ничего никуда не отвалится так ну что попробуем так что такая вот деталь то получилось заготовка дальше было обрабатывать напильниками шкурками над филями палку зашкурил загладил сейчас обезжирим будем клеить вот это Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну все отлично, ребят. Значит, мушечка приклеена. Эпоксидка уже начала вставать, потому что она мало того, что она белеть начала, да к тому же еще и начинаю. То есть я ее, получается, по старому целику выравниваю и начинаю двигать лево-вправо, чтобы добиться, получается, соосности, да. И, соответственно, начинаю двигать ее, уже туговато двигается. То есть эпоксидка уже начинает чуть-чуть, по чуть-чуть вставать. То есть вот так вот она у меня сейчас выглядит. Вот, соответственно, сейчас ждем, пока эпоксидка прихватится хорошо. То есть встанет, уберем лишнюю эпоксидку по краям. Ну, то есть над филечком или чем-то дошкурим. Вот видите, я на воде, вот так вот делают ружья. Вот я прошкурил, а тут раковины. Вот здесь раковины, вот раковины, вот здесь. Ну, видно, прям топорная работа. Так, ну все, ребят, вот она, значит, у нас приклеилась. Выровнял ее по старой, соответственно, мушечка, сейчас она когда схватится, я ее тоже уберу. И завороним холодным воронением, вот таким вот это баристол. И не помню точно, сколько стоит, но, ой, ну дорого, короче, больше 1000 рублей вот эта баночка стоит. Причем у нее срок годности, как видите, да, грубо говоря, уже закончился. Но я не думаю, что она не будет у меня воронить. Вот, значит, вот такой вот целик у меня получился, вот такой. Вот держится он здесь хорошо, в принципе, на эпоксидке. Я его, получается, сейчас доравнивал, потому что вот он у меня по дулу, у меня был немножко так наперекос. И я вот два края стачивал напильником только что, то есть он у меня теперь ровно, ничего никуда не оторвется. На эпоксидке, эпоксидка хорошая, держит хорошо. Значит, вот эта вот прорезь ровненько, когда наводишься, ровненько сюда мушечка встает. Вот такая вот мушечка. Вот, эту прорезь, кстати, я сделал надфилем, круглым надфилем ее пропилил. Вот, и сейчас резкость наведения очень-очень хорошая, то есть не надо его уже фокусировать. Допустим, если дальняя цель какая-то маленькая, будь то там рябчики или еще что-то. Теперь целится очень-очень хорошо, то есть не надо ничего фокусировать, то есть он сразу же, вот сразу же, то есть фокус. То есть раньше надо было фокусировать цели к мушку и, грубо говоря, цель, да, сейчас как бы в фокусировке вообще, то есть она вообще не требуется, то есть стало хорошо. Вынесен он у меня на две, одна-одну треть дула, то есть это 23 сантиметра. Вот так вот оно выглядит. Вот так вот. Такой вот цель. Вот, завтра мы обязательно, либо мы едем в лес и на боровую дичь, если это будет погода, если не будет погода, поедем на полигон, просто постреляем по мишенькам, посмотрим, попробуем попривыкнуть к этому целику, на скидку, то есть как она будет. Вот, ну и соответственно посмотрим, как куча будет бить, куда вообще эта куча будет лететь, то есть новым целиком посмотрим, может быть его еще подпиливать придется, хрен его знает. Так что, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока.